Кто не в теме? Сразу. Что это такое? Создание этих так называемых микросфер уходит годами на десятки лет назад, еще в советское время, когда для центров ожоговых делались специальные кровати, матрасы, когда люди, получившие огромную степень ожогов, погружались как бы в невесомость, как будто в воду, но, естественно, не мог ли при этом. И почему-то тогда заживление ран было гораздо, проходило быстрее, чем просто, если бы на кожу не действовали силы трения. Хотя они в любом случае есть, поскольку ведь та же простыня, я имею в виду, поэтому все равно есть трение. Но вот почему это происходило? И дальше стали выяснять очень интересные свойства. Их изучали десятки лет, по сути, и до сих пор наука точно не может ответить на вопрос, как это происходит, ну, как происходят такие столь фантастические порой изменения, как быстрое заживление ран, как, так сказать, то, что проходит болезни, которые в науке и в медицине считаются неизлечимыми, и свидетельств тому тысячи. А это уже просто факты. Так вот, давайте сейчас поговорим просто о практике, то есть о критерии истины. Светлана Валентиновна, расскажите, что за последние интересные случаи, вот на днях буквально, были в вашей, так что называется, практике вашей жизни? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот самый последний случай, буквально, я приехала вот из Орла, я в своем городе справляла день рождения, пригласила друзей. И одна из моих самых, ну, как бы, давних знакомых, она, оказывается, шесть лет назад попала в аварию. Были переломаны руки и ноги, слава богу, позвоночник и голова не пострадали. Но она два месяца мучилась, она говорит, это был ад, ее кормили, передвигали, ну, это был ужас. Причем она такого веса приличного человек. Вот, и я ее увидела после пяти лет, как она перенесла эту травму. Я пришла в гости, а она говорит, Света, я жить не хочу, у меня так все болит, у меня ночью гудят руки-ноги, я по четыре раза встаю за ночь, это ужас. Ходить она еле-еле могла, только с помощью дочери там передвигалась. Ну, в общем, я увидела человека, который был необыкновенно активный путешественник, увидела в самом плачевном состоянии. И я ей подарила шапку, жилетку, повязки на ногу, вот эти универсальные повязки, для стопы, тапочки, в общем, все необходимое, чтобы у нее были руки завернуты, чтобы у нее ноги были завернуты, голова на всякий случай от этой психологической травмы, которая у нее, позвоночник и все такое прочее. И попросила ее, пожалуйста, только спи вот в этом. Вот, она такой человек, она меня очень слушает, очень уважает, и поэтому она беспрекасованно сейчас слушается. Я говорю, понимаешь, люди мне приносят снимки, на которых я прямо видела со смещением перелом, и потом приносят мне даже мозольцовое тело, то есть абсолютно ровная кость, как будто ничего не произошло. Я говорю, ты понимаешь, я вот верю в то, что у тебя все будет нормально. Ну, и как всегда, я очень занята, я исчезла на почтенного года. Вот, мы с ней тоже не виделись. И когда я сейчас приехала, я решила пригласить на день рождения, а сама не решаюсь. И вдруг она мне звонит поздравить меня. Ну, я так осторожно спрашиваю, как ты себя чувствуешь, потому что, думаю, не буду поздравлять, вдруг она не ходит совсем уже. Она говорит, как, великолепно, просто так ты приехала, все, у меня все боли прекратились, я сейчас хожу прекрасно, я говорю, да ладно. Я приезжаю к ней, чтобы привезти ее на день рождения. Выходит такая элегантная дама в шикарном наряде, прекрасно идет сама, и вот она потом на дне рождения у меня это рассказывала. Вот, и потом я попросила ее отдельное интервью, чтобы она рассказала об этом. Вот это один из случаев, и почему я считаю его уникальным, он такой просто, я вот до сих пор, у меня праздник на душе. Во-первых, это мой хороший друг, которому я благодарна за очень многие поступки в жизни. Вот, во-вторых, это человек пожилой, то есть который 81 год. В-третьих, она 5 лет, то есть она ездила в санаторий, она делала все процедуры, она все делала, что положено по медицине. Она говорит, после санатория чуть-чуть становилось легче, а потом все возвращалось. Так вот, пожалуйста, результат Микросвет. Вот прошло год и 8 месяцев. А она говорит, да что ты, Света, я сразу, мне боли прошли сразу, она говорит, а теперь я уже хожу, у меня все восстановилось, энергия все восстановилась. Да, она говорит, еще побочно. Ты знаешь, у меня проблемы были с желудком, а сейчас я вообще не чувствую, что у меня есть кишечник и желудок. У меня все идеально переваривается. Да, еще, говорит, ты знаешь, я вдаль стала видеть. Я абсолютно идеально вижу вдаль. То есть, вы понимаете, год 8 месяцев, уже тяжелейшие травмы, человек пожилой, который уже куча болезней, уже там желудочно-кишечным что-то было, и уже глаза, естественно, не видели ни близко, ни далеко. И вот за такой короткий период, вот такой потрясающий результат. А вот я сразу вспомню интересный случай, который вот сегодня я получил в качестве видеоотзыва. Поразительный момент, когда женщина молодая рассказывает про своего мужа, который, во-первых, Аденома, ну, была, ну, еще там несколько дней прошло, они пользовались, муж пользовался там тапочки, вот и спал, причем у них спал всю ночь. И такую повязку и шлем на голову. Ну, так вот, и что у него произошло? Во-первых, то, что он в туалет стал реже ходить, у него проблемы, как говорится, эти уменьшились гораздо спустя несколько дней. А второе, это то, что просто поразительное, кто-то скажет невозможное, это то, что он, волосы у него стали темнеть, хотя она говорит и подчеркивала много раз, что он был полностью седой уже несколько лет. Вот поставим этот сюжет сейчас. Добрый день. Очень-очень благодарна вам и хочу поделиться уже наработками, которые у нас есть. Значит, микросферы к нам пришли в прошлую субботу, сейчас пятница, то есть еще нет недели, но уже есть определенные результаты. Очень хочется с вами поделиться, хочу рассказать про своего мужа Сергея. Значит, он впечатлился, и вот мы заказали. Значит, он спал на подушке, он, значит, одевал шапку вечером, несколько часов сидел у телевизора, в шапке, в тапках, значит, и спал на подушке, в шапке, в повязке для глаз и в тапках. Три дня. Через три дня, значит, ему это все надоело, и он сказал, все, я не хочу больше спать в шапке, сбросил это все. Я смотрю, он лежит утром без шапки, без повязки, значит, хотя сон стал очень-очень глубоким, и он это сказал с самой первой ночи, сказал, что так глубоко, как я вообще никогда не спал. Вот, значит, у него аденомопростаты, он бегает в туалет и говорит, слушай, я в этот раз, ну, два раза сходил, и то я сразу, говорит, ложился и сразу же засыпал, что, в общем-то, чего уже давно не было. Значит, он все снял, и я смотрю, у него волосы темнее, а он полностью седой, вот полностью у него серебристая седина такая, он, у него волосы на голове, у него нет лысины, но вот он полностью белый, уже давно, достаточно, ну, там, года два-три уже полностью. Я говорю, Сереж, у тебя волосы темнеют. Я стала смотреть, он вскочил, подбежал к зеркалу, и, значит, ну, что-то там смотрел-смотрел, ну, я в это время встала уже, стала собираться на работу, прихожу в комнату, а он лежит, значит, на подушке, в шапке, в очках и в тапках. Вот, ну, в общем, вот такая вот комедия, значит, как космонавт. То есть, это его впечатлило, действительно, волосы стали темнеть, я даже сейчас фотографии пришлю вам, это вообще, конечно, потрясающе. Вот. Так, ну, хорошо, это вот один интересный случай вы рассказали, другой сюжет мы посмотрели, а что еще, вот то, что вам помнится, более всего, самые поразительные, интересные случаи из последних? Вот, тоже совершенно потрясающий случай, потому что в это невозможно поверить, женщина рассказывает, которой 65 лет. Она была девочкой в начальной школе, пошла в класс, а кинули чернильницу, и попали ей в лоб, и у нее выросла шишка. И эта шишка была все 65 лет. И врачи не решались ее удалить, потому что боялись, ну, мало ли что произойдет. Говорят, ну, ходите вы с ней, ну, и ходите с этой шишкой, лучше пусть она будет. Вы представьте, она одела шапку и заснула просто на 3 часа. Когда она сняла шапку, этой шишки не было следа. Это вообще что-то поразительное. Это просто из области какой-то фантастики. Такой же случай у меня был, но с мальчиком, которому 12 лет, он упал на катке и коленом, да, ударился, и у него на колене выросла огромная шишка. И они что только не делали, был уже май месяц, а шишка эта не проходила. И они уже решили хирургическим путем ее удалять на колени. А я встретилась женщина, я там принимала процедуры, различные есть такие, массажи, тряски, ну, в общем, вот такую штуку. И как-то случайно о микросфере рассказала. Они говорят, Света, ну-ка расскажи. Я говорю, ладно, я в следующий раз приду, расскажу. И я принесла эти изделия и начала им рассказывать. А этот мальчик сидел, и мама говорит, а вот у него шишка. А я говорю, а давайте положим подушку на шишку. Ну, не ожидая ничего абсолютно. И я рассказывала час-полтора. Когда закончилась моя лекция, я снимаю эту подушку, а у ребенка ровное колено. И шишки нет. Слушай, а когда это был случай? И где? Вот этот случай с парнем, это в Орле, в моем родном городе, вот в Минзинском центре, вот где я эти массажи делала. Это было лет, наверное, пять назад. А вот этот случай, о котором я рассказываю, это был буквально, вот месяц назад женщина рассказывала и с другого звания. В этой связи сразу мне вспомнилось еще одно, вот прям недавнее видео. Оно, конечно, не знаю, можно ли показывать в Ютубе, но, впрочем, когда человек получил травму черепа топором, сняли... А, внимание, чтобы я не забыл, а вы не спрашивали? Под этим видео я ставлю ссылку на целую папку, то есть плейлист, со всеми видео про эти изделия из микросфер. В них, в том числе, много подобных видео с отзывами. И, если потребуется, опережая ваши вопросы, как, где купить, ссылку, как купить эти изделия из микросфер, я тоже вам оставлю под этим видео. Человек получил травму черепа топором, сняли прям по дням, что происходило, то есть они были шокированы, что на второй день уже просто вот этот глубокий шов до кости, до черепа, зарос практически, буквально и каждый день, а через 8 дней волосы стали расти на том месте, где был этот удар топором. Вот это поразительно. Я помню, вы мне про такие случаи рассказывали, но, что называется, трудно поверить, пока не увидишь. А тут непосредственно, как говорится, свидетельство от того человека, где была такая вот трагедия, случилась. Это вот после случившегося через час. Второй снимок, это ровно через сутки. И третий снимок, вот сегодня, даже двое суток еще не прошло, то есть через двое суток, получается. Уже, смотрите, килоидный рубец уже образовался даже. Буду дальше делать снимки каждый день. Кстати, в этой связи, вот вы про подушки сказали, немногие люди писали, спрашивали, хотели меньшего размера подушки, поэтому, дорогие друзья, зрители, обращаюсь к вам. Да, всегда вот эти 50 на 70 большие, но стандартные подушки под обычную наволочку, они у нас есть и будут, но вот по просьбам, что называется, трудящихся, поскольку люди подушки иногда вот используют, там, накладывают, вот как вы говорили, на колени там и так далее, обнимаются с ними, сидят, скажем, в кресле, а им удобно, просто положил на живот подушку, грубо говоря, и, так сказать, смотришь телевизор условно. Ну, так вот, то мы введем такие маленькие подушки маленького размера, так что, дорогие зрители, вот на нашем сайте nadgard.ru вы сможете уже сейчас, когда вы смотрите это видео, увидеть, и ссылка будет прямо под этим видео в описании, вот эти подушки меньшего размера для каких-то, ну, во-первых, кому-то удобно, может быть, действительно, я вот не знаю, мне на больших, а кому-то удобно на маленьких спать, ну, пожалуйста, или там в машину взял под бок, или под сиденье, или вот под поясницу, потому что бывает проваливаешься, и неудобно, и все равно люди какие-то подушки подкладывают, а ну, так лучше, наверное, эти, ну, и попробуйте, заодно посмотрите, что будет. А вот есть ли что-то по системным заболеваниям, серьезным, органическим изменениям, так сказать, болезням более серьезным, долгосрочным? Да, ну, во-первых, моя личная история, связанная с гипотириозом, то есть я уже несколько лет пила, естественно, гормоны, потому что у меня были анализы, в общем, норма 4, у меня было 40. и вот я должна сказать, что я уже 6 лет ничего не принимаю абсолютно, у меня прекрасное состояние, то есть при моем диагнозе это должно быть бессилие, это должны выпадать волосы, это должны ногти, там, кажется, и самое главное, что должно быть бессилие, то есть нет сил, вот, я просто энергии, как говорится, у меня через край, я там сплю по 3-4 часа в день, никакой речи не может быть о том, что у меня с волосами что-то вообще, у меня, хотя тоненькие такие волосы от природы, я не с богатой шевелюрой, но у меня прекрасно сохранившиеся, как в молодости, волосы, и в парикмахерской мне говорят, что у меня растет подшерсток, и все время этому удивляются, то есть я должна сказать, по-видимому, люди с возрастом уже подшерсток не растет, а у меня по-прежнему растет, и каждый раз, каждый парикмахер мне это констатирует, по-видимому, потому что это, ну еще у меня нет седины в добавок, вот, вообще, и это вот одно из хронических таких заболеваний, да, второе заболевание, такое, как у меня, кокостеопороз, вот, это тоже заболевание, вы сами понимаете, что это такое, у меня было 36%, вот, как бы поражены были суставы там, и так далее, и тому подобное, так вот микросферы, когда ты начинаешь на них спать и пользоваться, вот, именно по трассам, подушкой, вот, я на животе, универсальный аппликатор у меня, и шапку я одеваю, очки одеваю, ну, потому что я за компьютером очень много сижу, очень долго, до 3-4 утра, без шапки было бы плохо отходить после этого, я одеваю шапку, и мгновенно погружаюсь в сон, так вот, я должна сказать, что никаких последствий, ну, во-первых, что начал усваиваться кальций, то есть он усваивается, то есть, по-видимому, налаживаются в целом все процессы эндокринной системы. Да, вы знаете, что еще очень характерно, это уже я вижу как свою статистику по опыту, что, во-первых, многие люди пишут и говорят про это, что у них сны стали цветными, а раньше такого не было, но некоторые люди впервые, можно сказать, в жизни видели, или по крайней мере, помнят, что вот видели сейчас цветные сны, это очень интересно, улучшилась память, мышление, но еще интересная штука такая, это снятие статического напряжения, мы про это с вами говорили, и люди это ощущают, особенно, кстати, именно те, которые подвергаются каким-то электромагнитным воздействием полей силовых, или за компьютером долго, или идут, у них током бьет, а вот тут и именно у таких людей подушки, например, подушки, становятся как бы дубовыми. Давайте сейчас это как раз послушаем. Я не против, чтобы мой отзыв попал в сеть и помог, может быть, людям таким, как я. стопа как-то странно себя вела, одна причем стопа, было бы две, понятно. Шелушение кожи было, по каким причинам было, непонятно, после использования микросфер, тапочки, спали в тапочках, да? Да, да, я в них сплю до сих пор, но в течение двух, наверное, недель, и все прошло, могу показать. Верю в нас, слово. А что еще, вот ты когда, ты рассказывал, какие-то очень сильные ощущения были, когда вы только взяли, и ты звонил просто с женой в такой эйфории, что у вас было? Первая ночь, вообще цветные сны, периодически, ну, поскольку мы еще и на подушках спим, вот, все замечательно. Так вы вообще взяли и матрас, и подушку, и тапочки, и очки у вас, то есть у вас, как говорится, полный комплект у семьи. Полный комплект, да. Единственное, я пока еще не знаю, сколько времени надо использовать. Каждую ночь. С Димой, с сыном ездили на соревнования, на город Дзержинск, на электричке. А у Димы, у него с их и все хорошо, и поскольку он ребенок, да, у него после сна подушка, ну, не твердеет. После поездки в Дзержинск, поскольку мы вообще ощутили на себе электрическое воздействие полей. После того, как вернулись, вот у него наконец, первую ночь, да, у него подушка, да, затвердела. Вот это типично, то, для чего я говорю, это нужно пользоваться. Потому что люди не понимают, думают, приложил, и в шкаф положил. Я говорю, не-не-не-не-не-не. Это как раз, вот как зубная щетка. Для ежедневного пользования, чтобы очищать поле. Вот наш электромагнитный поле. Маме моей я тоже приобрел для ног, потому что у него варикозное решение вен. Да, вот как бывает. Ну, а что еще вы хотели, я вас перебил, рассказать? И вот только что случай был с женщиной. Она говорит о том, что она начала на живот использовать, да, ну, потому что у нее проблемы с мочеполовой системой. И говорит, Света пишет в панике, слушай, из меня кал буквально валит. То есть, что это такое? Ты меня, пожалуйста, успокой. Это что, чистка? Я говорю, ну, а что же это может быть, кроме чистки? Конечно, говорю, у тебя, ты, говорю, полная? Она говорит, полная. Я говорю, ну, вот, у тебя все залежи, какие у тебя за много лет были, вот они у тебя начинают валить. Вот, скоро, говорю, вывалят все. и вот ты похудеешь, и живот уменьшится. Ну, в общем, вот такой случай, побочный. Ну, это такой, да, пример, как, не буду повторять, что именно, но просто скажу, что Фаина Раневская об этом тоже один раз рассказывала, так сказать, историю. Ну, ладно. Ну, вот, что в этой связи я хочу сказать. Кстати, сейчас, вот, ну, и по совету, что называется, но, в том числе мы вводим такую позицию, это одеяло, а ведь люди некоторые матрасы купили, а если у кого-то есть матрас, и человек будет использовать одеяло, то фактически у него получается капсула. То есть ему тогда, в принципе, капсулу, ну, покупать незачем, скажем так. То есть для удобства, ну, уж какого-то совсем, да, а так, по сути, не нужно. Но это тоже очень правильный и хороший нюанс. А теперь, у многих людей есть остеохондроз, есть проблемы, усталость мышц шеи, потому что за компьютером неудобные позы, неудобные кресла, ну, нет нагрузки на эти мышцы, в конце концов, сидит человек в основном на работе, в общем, болит у многих. Ну, и вот, насколько по вашему, скажем, опыту, есть смысл ввести тоже, соответственно, прайс, а людям, соответственно, покупать вот эти, скажем, повязки специальные на шею? Я должна сказать, что именно из-за этого я купила подушку в свое время. То есть, вот именно это у меня было. То есть, у меня с молодостью шейный остеохондроз, который, когда уже мне было 30 чем-то лет, был в такой степени ужасный, у меня отнималась рука. Меня уже невропатологи выгоняли из кабинета, потому что говорили, что ты психопатка. Я говорю, какая психопатка? Я не могу жить, у меня рука отнимается. Вот. В общем, они не знали вообще, что со мной делать. И поэтому я долго и очень скрупулезно искала подушки, чтобы мне как-то утром хоть просыпаться, я могла голову хоть поворачивать и как-то делать. В общем, это было мучительно. Десятилетие. И вот стоило мне только вот это на шею, микросферы вот эти иметь, все, эти проблемы закончились. Я не помолодела. Я только состарилась. Но я вообще теперь не знаю, что такое шея. А за компьютером я сижу часами. Вы понимаете, это не просто 8 иногда, и 10, и 12 часов я сижу. И понятно, что я испытываю все, что испытывают все люди, сидя за компьютером. И достаточно только вот на шею. Вот у меня начинает болеть шея уже, когда я пересидела, да? Я тут же на шею одеваю. Ну, все время как-то неохота просто сидеть в этом. Но если бы я все время в этом сидела, то, конечно, у меня этого бы не было. Но я одеваю и продолжаю еще 4-5 часов сидеть. То есть у меня полностью прекращается. А самое главное, я заметила, это за рулем машины. То есть, когда я без микросферы была, что у меня начиналось? У меня болел крестец, дикие боли. Я должна была встать, обязательно размяться, чтобы опять сесть за руль. Я не могла просто ехать через 3 часа за рулем. Дальше становилась деревянная голова буквально. То есть голова дубовая. Вот. Напряжение в шее. И отекали ноги. Что теперь, когда я сижу на микросферах, когда у меня на шее эта штучка? Ну, даже разговора об этом не может быть. Я иногда, вот я на юг ездила, то есть я подряд ехала, по-моему, 10 или 12 часов. Вы понимаете? Мало того, что я не ела, не пила. У меня ничего не болело. Я прекрасно себя чувствовала. То есть микросферы до такой степени делают комфортным внутри клеточное состояние, что ты даже на голоде находишься. Вот я за рулем сейчас, если еду, то я еду, я не ем, нигде не останавливаюсь. У меня нет аппетита и нет потребности перекусить. И даже выпить нет потребности. То есть полностью все потребности тела закрываются. И еще что интересно, я никогда не засыпаю за рулем. То есть я вообще не знаю, что это такое. То есть вроде как микросферы, они же расслабляют, они даже расслабляют. Ничего подобного. Что и как, почему это включается, но когда тебе нужно ночью заснуть, ты мгновенно засыпаешь на микросферах. Но когда ты сидишь за рулем, ты необыкновенно ясный ум имеешь, который тебя ведет и мгновенно реагирует на все. То есть, скажем так, концентрируется внимание и ясный ум, и при этом не устаешь. А что про рассеянный склероз вы хотели сказать? Еще два случая у вас есть? Вот один из них. Совершенно удивительным, потому что, ну, вы понимаете, если мы слышим, что у человека рассеянный склероз, это обреченный человек. То есть постепенно, постепенно ухудшающееся состояние, которое приводит к смерти. Я знаю, у меня такая в молодости была подружка и так далее. Мы видели, как угасали эти люди. Второй случай сейчас с рассеянным склерозом, значит, еще один случай. Тоже он услышал об этом. Вот, он заинтересовался. И он говорит, что у него совершенно потрясающие результаты. Просто буквально с каждым днем. То есть, для нас это настолько важно, потому что это заболевание, которое не поддается никакому лечению совершенно. Что происходит в системе в организме, что он начинает справляться с этим заболеванием. Это и есть самое удивительное системное именно заболевание, которое идет, говорят, что он часто генетически, что он сломается в гене. И тут получается, что и это исправимо. Каким образом, непонятно. Как вот и старики. Кажется, 81 год, уже все, но что может быть у этого старика? И вдруг в таком возрасте человек может полностью восстановиться, сахарный диабет пройти, давление нормализоваться. То есть, процессы удивительные. Да, если бы люди еще меняли питание, образ жизни на правильный, тогда бы вообще, как говорится, ведь факторы, они складываются. И, естественно, один дополняет друг друга и усиливает. И правильные меры в комплексе работают гораздо лучше, чем по отдельности. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухоли. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Все. А купить все эти изделия из микросфер более 30 наименований вы можете по ссылке, пройдя под этим видео. Не забудьте, там три странички с изделиями из микросфер, поэтому, пролистав вниз изделия, не забудьте посмотреть цифру 2 и 3. Это вторая и третья страничка. Посмотрите все эти изделия и сможете выбрать осознанно.